Девушки отдыхают Они эгоистичны, жестоки, глупы Они презирают все, что отличается от привычного Почему? Почему они такие, как они, не имеют права на жизнь? Почему? Я шел по улице с надетым капюшоном, как всегда Люди и так знают, кто я Капюшон лишний, но с капюшоном я чувствую себя уверенней Немного О, урод идет, когда же ты сдохнешь? Эй, что ты не отзываешься, оглох что ли? Мало того, что мутант, так еще и глупой Эй, это опять он? Почему эта мразь в нашем городе? За что нам такая тетей пугает? Голоса сливаются в общий гол Я уже привык к тому, что меня так тепло встречают Но все равно больно и обидно Я родился таким Иногда смотрю в зеркало И думаю, за что мне такие мучения? У меня почти нет глаз Моя морщинистая кожа закрывает их Боровей у меня тоже нет Вот такой я Но я ведь не виноват, что природа создала меня таким За что же меня так все ненавидят? Родители отказались от меня Я рос в детдоме Это были ужасные времена Вначале дети боялись меня Но когда поняли, что я никого не трогаю Начали издеваться надо мной Они избивали меня Не давали проходу Пару раз я пытался сопротивляться Давал сдачи Но тогда против меня были еще и наши воспитатели Приходилось терпеть Иногда я даже хотел сбежать Но понимал, что на улице будет еще хуже Так я и живу Уже 20 лет В ненависти Презрении Продолжая идти по улице Замечаю какое-то столпотворение Люди толпятся вокруг чего-то И громко кричат К толпе подъезжает полицейская машина Люди дают проход полицейским И я вижу причину всего этого На земле лежит окровавленный труп Это происшествие взволновало весь город В нашем небольшом городке Никогда не было столь ужасных случаев Жертвой оказалась молодая женщина 25 лет Она шла с работы Когда на нее напали Преступник изнасиловал И ограбил женщину А затем убил Теперь вечером на улицах людей почти нет Я этим пользуюсь И выхожу из дома только после 7 часов Вот и сегодня Я вышел на небольшую прогулку Было 10 часов вечера Медленно идя по переулкам И размышлял о своей жизни Вдруг Я услышал пролзительный женский крик Не раздумывая побежав на него Я увидел какого-то мужчину Склонившегося над телом девушки Он заметил меня Схватил сумку и убежал за угол Я подбежал к жертве Надеясь, что она еще жива Но девушка не дышала Он убил ее ударом ножа Вдруг я услышал сирены Это приехала полиция Эй ты, отойди от девушки Руки вверх Что? Я не убийца Я хотел помочь Потом разберемся Меня забрали в отделение Как оказалось Крик убитой девушки Услышала одна женщина Которая проходила мимо Она и вызвала полицию Но к моему сожалению Свидетельница не видела убийцу Я пытался объяснить Что хотел помочь Что тоже услышал крик И побежал на помощь Но следователь мне не верил И считал, что я мщу за все унижения И сказал, что такому отроду, как я Место или в гробу, или в тюрьме И меня посадили до суда в камеру В ней, к слову Было еще два человека Я лежал на койке И пытался заснуть Завтра суд Завтра решится моя ничтожная судьба Эй, урод-настильник Че, пырнул? Обратился ко мне один из сокамерников Ой, какие мы важные! Он подошел ко мне Ну что? Повеселимся, пупсик? Да Ответил ему второй Первый схватил меня за горло Я ударил его в грудь и скачал с койки Но тут сзади подошел второй И толкнул меня головой об стол А затем уже вдвоем начали бить меня ногами Вначале я еще как-то отбивался от этих гопников А потом уже просто ждал Когда все это закончится У меня были сломаны ребра и рука Полностью разбито лицо Вдруг они перестали меня избивать Один из них подошел ко мне Что-то сказал, я не понял А затем... А затем он перерезал мне горло Это была ужасная боль Но после нее настало спокойствие Все Я мертв Никто даже не пытался меня спасти Никто Но я рад Что эта ужасная, ничтожная жизнь закончилась Уже никто Не будет унижать Оскорблять Уже никто не причинит боль Никто не будет жалеть о моей смерти Никто не будет оплакивать Я жил ненавистно всем изгоям И умер таким Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!